Экономика и ничего больше. Правительство определило виды работ на море, которые можно выполнять только на судах российского производства. Это каботаж, ледокольные проводки, буксировка, поисковые и спасательные работы, подъем затонувшего в море имущества. Изменения в кодекс торгового мореплавания уже внесены и вступили в силу. Зачем? Чтобы загрузить работой судостроительные заводы. По данным парламентариев, мощности российских судостроительных предприятий используются едва наполовину. Обязанность выполнять определенные виды работ на судах только российского производства заставит судоходные, лизинговые и строительные компании размещать свои заказы внутри страны. Правительство также считает, что перевозить грузы и пассажиров, проводить геолого-разведочные работы морского дна и перевозить нефть, добытую в России, нужно тоже на судах только отечественного изготовления. Какое отношение все это имеет к нам с вами? До прямой в регионе работают два судостроительных завода. Амурский, он специализируется на военном судостроении, и Хабаровский судостроительный, основной продукт которого как раз гражданский флот. Хабаровский судостроительный строит рыболовецкие, пассажирские суда, скоростные на воздушной подушке, буксиры и другие речные и морские суда. На сегодня, по информации завода, его производственные мощности загружены на 26,5%. Судостроительные заводы края входят в объединенную судостроительную корпорацию. ОСК предлагает стимулировать гражданское судостроение вводом поэтапных ограничений на эксплуатацию судов старше 30-40 лет, повышением портовых или экологических сборов для устаревших судов, а также путем развития внутреннего водного транспорта. По данным аналитиков, на конец первого квартала этого года на российских судостроительных предприятиях ведется строительство около 500 кораблей и судов. Заказы в сфере гражданского судостроения до 2025 года распределяются так. Крупно-тоннажный танкерный флот 75% суммарного тоннажа, рыболовный флот 5% или докольный всего 3%. Соотношение в который раз доказывает и показывает, кто в российской экономике главный. А навсюду следим за новостями. Субтитры создавал DimaTorzok